Утро ТВ в эфире, всем прекрасного начала дня. В России около 100 тысяч детей учатся на дому, и большинство из них это те, кто по медицинским показателям не могут посещать школу. Но вот вопрос, могут ли родители даже без этих медицинских показателей настоять все-таки на домашнем обучении по собственному желанию? Поговорим об этом с педагогом-психологом Татьяной Кумаитовой. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, конечно, на первый взгляд это выглядит довольно необычно и экзотично. Не водить своего ребенка в школу, оставлять его дома, заниматься с ним дома. И тем не менее, у родителей есть право выбора. Или только по медицинским показателям принимается решение? Ну, сегодня в современном образовании есть несколько вариантов. И многие родители, конечно, заинтересованы в более ускоренном обучении ребенка. Есть дети, которые опережают программу школьную. И либо есть, я знаю, несколько таких семей, которые выбрали школу вначале далеко от дома. Например, живут в пригороде, а возить ребенка далеко. Но школа хорошая, престижная, качественная. Вот ребенок соответствует уровню обучения этой школы. Они выбирают обучение на дому. Есть и возможности экстерната, то есть быстрее пройти обучение, особенно в старших классах. А, то есть получается, что об обучении на дому задумываются уже тогда, когда ребенок прошел несколько первых классов? Да, да, да. В основном так? В основном, да. То есть если не по медицинским показателям, то родители задумываются, если ребенок идет опережающе, особенно где-то ближе к седьмому-восьмому классу, то они задумываются о том, как дать более качественное, расширенное и углубленное образование ребенку и выбирают обучение на дому. Ну а вообще какие плюсы и минусы вы могли бы выделить у домашнего образования? Плюсы и минусы. Минус – это нагрузка на родителей, однозначно дополнительная нагрузка. Это не то чтобы плюс, это минус. Я говорю минусы. Это нагрузка на родителей, потому что все-таки меняется ритм жизни семьи. Это требует высокой организованности самого ребенка, внутренней дисциплины. Но плюсы – это есть возможность вариативности. То есть он, например, сегодня готов заниматься много и широко математикой. Сегодня, следующий день он может выбрать и пройти большой материал по литературе. То же самое, если ребенок с определенным интеллектуальным развитием, он может более шире тему рассмотреть в области естественных, ну там биология, физика, в интернете найти информацию, заинтересовала какая-то маленькая деталь, он ее может поглубже изучить. Давайте поясним. Все-таки домашнее обучение – это когда приходят учителя на дом, или это все-таки дистанционное обучение? Потому что в данный момент век высоких технологий можно, в принципе, и по скайпу связаться с преподавателем. Значит, в начальной школе и средней школе, если домашнее обучение по медицинским показаниям, либо еще бывают ситуации психологические показания. То есть ребенок в силу неврологических особенностей, ему сложно находиться в детском коллективе. Педагоги приходят на дом. А в старшей школе, конечно, начиная, я говорю, где-то от 13 лет, вполне в последние годы используется дистанционное обучение. Ну а вот при таком дистанционном обучении, ну многие психологи, вы согласны с ними или нет, говорят о том, что это как раз-таки ребенок не получает социальных навыков, необходимых социальных навыков. Ну, мое мнение, что школа это не самое такое, скажем, популярное место, где ребенок может получать качественные социальные навыки. Потому что чаще всего в школе при современном подходе, сейчас, к сожалению, школа меньше берет, несет на себе воспитательную функцию, в основном образовательную. И поэтому здесь только ребенок защищен устоями семьи, внутренними личностными качествами, от общения со сверстниками и так далее. Социальные навыки можно приобретать и во временных детских коллективах. Это секции, кружки, клубы, каникулярное время, выездные программы какие-то. То есть я не вижу здесь особых таких прям катастроф, что если он дома, то все, у него не будет навыков социальных. Ну а как же вот эта первая школьная любовь, а вот ссора, с лучшим другом, вот это же все равно тоже как-то закаляет характер. Закаляет, но лучший друг может быть не обязательно в школе, это может быть друг во дворе, с которым я выхожу гулять. Первая любовь может случиться в контакте, встреча, свидания, да, с современного поколения. Вот, то есть сейчас вот за, особенно за последние три года резко как бы изменилась, как скажем, ситуация в плане общения, социализации. Ну это в вене времени. Не, ну а вот что значит изменилась ситуация? Действительно сейчас подростки нормально идут на контакт, даже если этот человек, с которым ты живешь в одном дворе, не ходит вообще ни в какую-нибудь. То, что в твое, а вообще ни в какую. То есть это действительно наблюдается, потому что раньше, если такое встречалось, ну этот человек был однозначно изгоем. И я знаю, есть дети изгои, которые просто в силу своих особенностей психологических, еще раз говорю, в состоянии здоровья у них не получается контакт. Но здесь уже большая задача возложена на родителей все-таки. Работа родителей с привлечением узких специалистов. Либо вводить ребенка в специальную какую-то психологическую группу, чтобы он там потренировался с опытным специалистом, как все-таки решать коммуникативные задачи. Но это при психологических проблемах. А если мы говорим просто, что... Если просто, то я думаю, в современном мире таких проблем нет. Ребята очень много общаются в ВКонтакте, находят друзей по интересам, встречаются, ходят в кино и так далее и тому подобное. Татьяна, скажите, пожалуйста, ответ вот на какой вопрос. Хорошо, ребенок на домашнем обучении в старших классах, но после этого он поступает в институт, и там у него не возникает проблем? Дети разные бывают. Вот есть дети, в частности, у меня у самой два ребенка. Старший сейчас учится на третьем курсе университета, и она по типу очень интровертированная, очень сосредоточенная, могла долго сидеть, заниматься. Вот я бы с удовольствием ее бы на домашнее обучение бы оставила, но в то время, когда она обучалась, не было такой возможности. Вот ей не нужно общение. У меня весь мир внутри. Вот, и сейчас она учится в университете, то же самое. То есть она сосредоточена в интернете, с друзьями общается, еще там не видит никакой необходимости общаться, потому что расходятся интересы. У современного поколения сложно найти человека с глубокими интересами в 19 лет. Вот, и она как бы, ну, живет в своей мирке. А младший ребенок, который должна пойти сейчас в школу, наоборот, очень общительное, эмоциональное все, но по состоянию здоровья я бы ей посоветовала бы домашнее обучение, но понимаю, что ей очень нужно общение, очень нужна обратная связь. То есть ее вы в школу отдадите? Я ее со скрипом в душе в маленькую частную школу, в маленький класс, потому что, ну, у нее как бы по здоровью, по состоянию, вот, ей бы желательно бы, ну, успокоенность, все, вот, спокойная обстановка. Вот, но я понимаю, что она, она и два часа дома ему не может высадить, ей обязательно нужно общение. Дети разные бывают. Ну, вот, как я понял, да, из всех ваших слов и вашу позицию, что школа – это вообще не панацея, и школа – это совершенно необязательная вещь для социализации ребенка. Современная школа, к сожалению, да. Ну, а возможно, что вот, послушав наш разговор, и вообще узрев эти современные тенденции, родители все чаще в Свердловской области, по России, да, будут обращаться. Выбирать домашнее обучение. Ну, вот, вы знаете, лично у меня подозрение, что так и произойдет в ближайшее время. Пока в образовании не произойдет какая-то реструктуризация. А это не потому ли, что у вас, ну, вот, такой взгляд, да, то есть вы просто… Я общаюсь с очень многими родителями. По себе судите. Очень со многими родителями. Я общаюсь, я бываю в школах, на родительских собраниях, общаюсь с директорами школ. И что говорят? Прогрессивные директора школ тоже озабочены сейчас несоответствием предложенного образования и развитием детей современных. Вот. И сейчас поднимается волна среди педагогического состава, среди людей, работающих в министерстве, все обсуждение об индивидуализации, о свободе подхода, тема о том, что необходимо уменьшить основные нагрузки, как бы в области обязательно сдать математику, такой-то объем. Дети разные. И сейчас все прислушиваются к тому, что особенности и индивидуальность ребенка надо учитывать. Спасибо большое. Спасибо большое. У нас в гостях была педагог-психолог Татьяна Кумейтова, которая рассказала, в каких случаях стоит все-таки обучать ребенка дома. Ну, а прямо сейчас продолжим тему, не менее активную, новости спорта. Смотрим далее.